Чего нам ждать от 2021 года и как пандемия коронавируса влияет на экономические прогнозы? Обо всем этом расскажет наш корреспондент. 2020 год выдался очень тяжелым для всей мировой экономики и российской в том числе. Ключевым фактором стала, конечно же, пандемия коронавируса, из-за которой многие компании и люди потеряли свои доходы. Как утверждают эксперты, давать какие-либо прогнозы на 2021 год достаточно трудно. Все зависит от ситуации с коронавирусом. Если пандемия пойдет на спад до весны, то в 2021 году можно ожидать довольно оптимистичную картину. 2021 год будет годом восстановления экономики. Безусловно, никто не говорит, что цены снизятся. Инфляция все равно существует. Вопрос, каков будет уровень этой инфляции. Если она будет сохраняться на уровне 4%, как это происходило в последние несколько лет, то это будет не критично. Если же пандемия продержится еще полгода или дольше, то экономика будет также находиться в стрессовом состоянии, что будет приводить к колебаниям валютных курсов, к повышению инфляции и к снижению реальных доходов. В связи с этим эксперты рекомендуют воздержаться от спонтанных покупок и стараться не брать кредиты. Кредиты в условиях кризиса являются отягчающим фактором для финансового благополучия любой семьи. И усугублять ситуацию с закредитованностью, наверное, сейчас не стоит, если в этом нет крайней необходимости. Также профессор Института управления экономики и финансов Казанского университета Игорь Кох рекомендует для грамотного распределения семейного бюджета в новом году всегда обеспечивать, чтобы ваши текущие доходы превышали ваши расходы и откладывать хотя бы часть дохода в так называемую подушку безопасности, которая сможет помочь пережить кризисы. Кристина Надышина, Фарид Захитоглы, Универньюз.